К ветерану Великой Отечественной войны Ивану Михайловичу Мишиненкову пришли с подарками к Новому году и поздравлениями представителей власти и члены партии «Единая Россия». В гости заглянула и наша съемочная группа. Наступающим Новым годом, здоровья вам, счастья, процветания. Ивану Михайловичу Мишиненкову 99 лет. Его семья живет в Люберцах с 1972 года. Поздравить ветерана с новогодними праздниками – это еще один повод выразить благодарность и оказать необходимую помощь. Дарить памятные подарки – уже традиция в городском округе Люберцы. На фронт. На фронт. А у меня такая, по-моему, была. Ой-ой-ой-ой. Старинные все. Вспоминания. Вспоминания мои. В преддверии Нового года традиционно партия «Единая Россия» отдает дань уважения нашим ветеранам, заслуженным людям. Сегодня мы у Ивана Михайловича 99 лет. И мы, конечно, пожелали ему всего самого доброго, безусловно, здоровья. Иван Михайлович участвовал в освобождении Белоруссии и Польши. Дошел до Берлина и там же, в Германии, встретил День Победы. Из его памяти до сих пор не стерты те военные дни. Берлин мы брали, окружали, окружили в Германии. И нас поставили на выезде проверять документы. Я на машине, у меня в машине снаряды, там пулеметчик. Ребята были со мной. Ну и выезжаете, не пускать приказали. Там пусть остаются, потому что кольцо сжимается. Это было в апреле, 25-го числа, по-моему, или 26-го апреля, 45-го года. В 1947 году Иван Михайлович вернулся из Германии домой в село Урусово. Работал трактористом в колхозе, после чего отправился помогать восстанавливать Днепропетровск. И уже оттуда приехал в Подмосковье. Я вообще влюбился. В 1972 году я приехал. Я как был в министерстве обороны, так и работал в министерстве обороны. И эту квартиру мне дали от министерства обороны. И так я работал до конца 1986 года, пока пошёл на пенсию. На встрече Иван Михайлович попросил помочь с ремонтом в квартире. Просьбу обещали выполнить в ближайшее время. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ.